друзья продал вот такие часы луч ночная продажа кстати неплохо ушли за 200 гривен а ушечка две лупы вот как то так так мои хорошие у меня очередная продажа такие часики златоустовский завод так но они немножко идут вот видите надо здесь что-то поменять так сейчас я вам покажу еще одну продажу и вот такая шикарная немецкая кружка продана привет мои хорошие иду на стояночку вчера задавали мне вопрос такой довольно таки интересный а почему вы не занимаетесь параллельно другими ветками бизнеса сразу хочу ответить те кто не занимался никогда каким-либо делом они не понимают вот смотрите я подписчику объясняю вот давайте возьмем самый простой распространенный для мужчин которые занимаются автомобили для того чтобы купить машину самую минимальную чтоб ней ей заработать самые знаменитые продажные машины это у нас ланос эссенцы там десятки ну из простеньких до шевроле сколько нужно вложить денег ну к примеру я просто знаю уже процентное соотношение получается нужно там три-четыре тысячи долларов вложить и заработать максимум максимум это если машина не поломается 500 долларов представьте 500 а теперь я ему говорю а теперь считайте а я и ну и конечно когда ты их заработаешь месяц два день ну никто не знаю то же самое а по давайте антиквариат возьмем если 4 вложу 4 сверху я по-любому заберу внутри 380 90 100 процентов чистой прибыли за этот же промежуток времени но в чем прелести антики то что она ты деньги получаешь каждый божий день это еще один самый классный момент то есть каждый день ты без хлеба никогда не останешься понимаете это очень важно дальше он говорит окей там неважно там кофейня окей давайте считать кофейню аренда вот смотрите у меня сейчас один арендатели арендодатели они платят за аренду минимум это самый минимум четыре тысячи плюс налоги это 6 я у них задаю им вопрос сколько вы полу это неважно вещи продукты вам нужно что вам нужно взять оттуда заплатить аренду заплатить налоги он сидит считает но вообще до получишь ты каждый день прибыль но не факт вообще не факт то есть прибыль конечно же какая то есть пока ты тоже раскрутишь этот бизнес ну короче там начинается дальше задает вопрос рыба в пруду тема интересна но когда она выстреливает чистка пруда за рыбливание и так далее и тому подобное тоже считает в голове говорит да не интересно сейчас ребята машину прогрею буду вам дальше рассказывать большой минус занятия антиквариата это то что ты ни хрена не понимаешь вот это это конечно очень очень серьезный минус и ты можешь очень серьезно попасть на бабки очень серьезно это да это да он такой почесал репу и говорит окей занятие занятие ну к примеру он быстренько так расписал себе какие-то темы машины говорит согласен которые я привел по продуктам питания я говорю что вот тебе интересно чем тебе еще интересно заниматься изготовлением ножей опять мы сталкиваемся оборудование то есть смотрите если мы возьмем я уже рассказывал затраты на антиквариат и на изготовление тех же ножей и на рекламу сумасшедшую то но это не соразмерная вообще не соразмерные деньги почему работа таксиста она востребована почему из такси не уходят люди вот здесь то же самое потому что ты каждый божий день имеешь свежую копейку ты не можешь и прелести антики что она все время растет она не уменьшается это касаемо серебра драк камней там статуэток фарфор шмарфор все подряд другой бизнес он не ну не стабилен то есть еще я вам такой даже опять же повторюсь примерно у меня многие не понимают они не умеют читать люди просто привыкли доллары квартира то есть вот они все остались еще в совке я людям говорю вот смотри ну это мне задают вопрос я на него отвечаю мне говорят если например квартиру купить и сдавать да не выгодно это я же я уже рассказывал не выгодно вообще нет никакого смысла лично для меня вообще я в буха двадцатку тридцатку и в месяц буду получать сраные там две тысячи гривен зачем зачем когда я их отобью когда в антиквариате все делается намного проще намного быстрее ну поверьте ребята я занимался наверное такого не существует что чем какими бизнесами я не имел дело от кафешек киосков и заканчивая у меня были все и цветы и точки на базаре и арбузы и машины и земля и что только и мы добывали перевозили щебень цемент изготовление полиэтилена занимались мобильными телефонами если я буду перечислять это это и доля у меня была и в киосках и в пекарнях и ребята это все ну как сказать ну это и вот вы знаете у меня доля сейчас до сих пор еще какие-то деньги приносят уже убыточно это там свиноферма металлоискатели аренда аренда у меня была две машины под такси аренда квартир продажа квартир ну ребята я даже я если так вот взять масштабно я сейчас буду перечислять еще сто двести триста чем я занимался позиций сейчас вот быстренько так вспоминаю и кондиционеры мы продавали и эти спутниковые вот смотрю антенны сейчас продавали а сколько был я посредником в разных схемах это это страшно страшно даже представить и почему вот я остановился на антиквариате потому что ну наверное это выгодно если бы это было не выгодно ну смысл заниматься антиквариат все время растет вот и парень задает вопросы что а вот так ну молодой а вот так а вот так и он я ему четко по бумаге вот пожалуйста смотри 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 и он понимает что базар честный только все время воруют эти часы по пизже по пизже по пизже вчера там баланс снято был еле-еле собрал а это что за что за часы это это россия наверно че не че вчера стекло не было стекло поставил головку нежелику поставил золотой вы человек так но эти эти вряд ли а эти почем ну 150 ну нормально в принципе в принципе в принципе за ну черт ну ну дядя к джи на там сейчас будет жир именно жир все новые поступления монеты монет осики монеты особо сильно не заводят так ребятки ну что взял такую иконочку недорогую но приятную 50 гривен шикарненькая какие-то небольшие денежки можно заработать на ней так друзья такие чёточки взял приветствуем вас где вы пропали все нормально такие чёточки выхватил хорошенький камень не знаю ребята чё за камень непонятно но сердолик шминдарик хорошие так ребята такой автоматик без магазина на 70 рублей стандартный сейчас сейчас скажу сейчас скажу вам встретил подписчика хочет купить металлоискатель советовался по глубине по захвату по радиусу по по всему вот так что что наберет а пока идем грабить колым от друзья смотрите автомат подсвечники зона кстати первый раз таки вижу вообще она один дай обалдеть из оргстекла вот это люди заморачивались да пропусти пропусти люди заморачивались среж сколько работы сделано как если 10 лет дали в тюрьме чем задействовать делает вот тоже такие кстати первый раз вижу и цена да фигня а но это вы вообще и 64 год и докции есть есть это все есть это все есть сегодня людей много сейчас похоже еще друзья купил очень-очень редкие часы бам сейчас валерий покажу вам в шоке будет они идущие надо немножко почистить позолоченная позолоченный механизм у них вообще шикарные просто шикарные часы очень не часто их вообще нигде нету бомбисимо просто бомбисимо сейчас выпьем кофейка и будем смешать дальше двигаться массовку создавать я знаю просто цены уже уже они несут же мне тоже полушетить дешево он у нас кто-то мальчик толкающий ядро так ребятки ну что выхватил вот такие зимы классные лучи выхватил вообще за копейки кварцуха за 100 гривен шикарный циферблат у зима обалдеть птичное состояние еще рабочие а только взяли ну симпотные давайте проверим все же от состояния я имею ввиду мазеротики друзья продам луч вам редкий год 1100 гривен друзья ну что продал часы бомб сразу прямо на базаре шикарные часики обалденные вот вам пожалуйста вот вам результат 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 работы своему компаньону часы поистине очень редкий очень там их надо почистить но позолоченный повторюсь механизм и редкость амурская магистраль друзья ну что выхватил очень очень жирные часы очень швейцария в медном корпусе представьте вот это это даже не бам это швейцария за 200 гривен это бинго это это плюс плюс тысяча сразу это бомба а а а